Меня зовут Наталья Рябова, я руководитель СИМПы. СИМПа занимается образованием, исследованием, мониторингом в области госуправления в Беларуси. Образование это школа, в которой госчиновники вместе с активистами пытаются найти между собой диалог. Исследования мы делаем тоже в области различных аспектов государственного управления. Пишем про госслужбу, про электронное правительство, про всякие такие вещи. А мониторинг это проекты нашей кошки радио, которые мониторит госфинансы. Open Tenders, которые про госзакупки. Ну и при нас еще Petitions Buy, который сервис электронных петиций. В прошлом году мы делали, позапрошлом году мы делали вот это вот исследование. Точнее поле было в позапрошлом году, в конце 2017 года. В 2017 мы это все обрабатывали, анализировали. Большое исследование по состоянию гражданского общества в Беларуси, по его взаимоотношениям с государством, в частности с местными властями. Значит поле было в декабре 2017 года, национальная выборка, то есть 1200 человек по всей Беларуси. Я оттуда выбрала только маленькие кусочки, потому что там огромное исследование, огромная презентация. Мне кажется можно сделать почетче. Это общий вопрос доверия, насколько население доверяет различным институтам в Беларуси. Ну как видите, традиционно церковь, президент, вот число доверяющих, число недоверяющих примерно равно друг другу. Армии, вы видите, скорее нет, чем, да. Все вот власти, что центральное, что местное. Вы видите, местные власти. Значит, госструктурам в целом скорее не доверяют. Но чем ближе к местному уровню, тем больше не доверяют. А вот СОБЛИН еще, видите, ничего, там 37%, а бурисполкомы, райисполкомы местной власти 33%. То есть большое не доверие вообще власти в целом. Хотя президент получше, чем все остальные. Международные организации, общественные организации, как спонсированные государством, так и независимые. В принципе, смотрите, сколько человек оказывается отвечать на этот вопрос или затрудняется ответить. 20, 20, 27%. То есть не очень знают, чем они занимаются, что международные организации, что общественные. Поэтому затрудняются ответить. Но опять же, доверия скорее нет, чем да. Считаете ли вы, что госорганы предоставляют всю необходимую информацию? Несмотря на то, что госорганы многочисленные разы заявляют, что информации более чем достаточно и больше не надо. 64% населения, население не экспертов, считает, что госорганы не предоставляют информацию необходимую. А в своей работе действия, решения. Мы задавали много вопросов про доверие. То есть доверять ли вы незнакомым людям, тем, 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 тем. Но, в частности, некоторым категориям населения. Больше всего доверяют ученым. Это, в частности, немножко ответ на вопрос Ярослав, как бы, как заявлять что-то, чтобы этому верить. Ученым. Ученым, британским ученым. Веря, когда позиционируешься, как объективный, беспристрастный исследователь, в принципе, твое слово имеет вязь. В отличие от чиновника-политика, которому по умолчанию не доверяют. Священники тоже с высокими уровнями, активисты, посмотрите, общественных организаций. Но это вот именно активисты, а не организации. Условный мотоль, грубо говоря. Вот ему там половина будет верить. Бизнесменные, видите, серединка наполовинку. Половина верит, половина не верит. Журналисты, скорее, пошли уже в негативную сторону. Чиновники, политики, так вообще. А вот тут интересное сравнение институтов и их представителей. Вот, например, церкви 58%, священникам 61%. Это верит или не верит? Это верит. Все равно на личности. Смотрите, личности отличаются. В смысле организации тут скорее поверят мотольке, чем организации, в которой мотолька директор, грубо говоря. Правильно, я же говорю персонали. А вот касательно чиновников, то скорее поверят институту, органу, нежели конкретному Ивану Ивановичу, который там что-то говорит. Вот в таком плане. Поэтому, если мы представляем... А вы тому больше поверите? Палате представителей или отдельного? Или отдельного человека, которому мнение потом палата может и не поддержать. Это хороший ход. Хорошая разница. Так что если активист, то лучше говорить, я вот там дома только, я считаю, что вот так вот правильно, нежели говорить, мы там ИПУ, ЧТП, там такая-то, сякая-то, и мы заявляем вот это. Потому что это веса особо не имеет. А вот я просто активист, я считаю, что так правильно. А тут наоборот, вот лучше апеллировать, что мы там исполком такой-то, соответственно, наша позиция работала. Потому что проблемы решает исполком, а активист решает персонально. Это тоже мне кажется, что-то есть мнение. Нет, нет, нет. Здесь вообще, наверное, больше фактов, потому что я вот вчера Алексей говорила, что за ассоциацией идет совершенно меньше людей, чем за мной. То есть, когда я собираю картины, то люди собираются активно. Да, потому что проблемы решаешь ты, а не ассоциацией. Понимаешь? А чиновников? Друзья, дайте, пожалуйста, Наташа. Я примерно, чтобы для того, чтобы... Мы можем это обсуждать, да, я думаю, что это тоже... Так обсуждать, мы же потом обсудим. Ну, просто такой факт к одвоку себе, да? Да, абсолютно. Еще мы задавали целый огромный блок вопросов, потому что люди думают про общественные организации и государства. То есть, люди могут вообще не знать, чем они занимаются, но они какое-то представление на основе СМИ, на основе чего-то есть. Как оно вообще обстоит в стране? Вот что они считают. Для деятельности каких-либо организаций гражданского общества власти должны создавать благоприятные условия. Тут наше общество, наши люди, в общем-то, демонстрируют такую открытость и демократизм, и говорят, да, все, в принципе, должны быть. Пускай себе работают, почему нет? По возможности все без исключения, помогающим гражданам и так далее. Ну, смотрите, мне дошло большое ваше внимание. Есть такое мнение, что у государства есть такое мнение, что общественные организации такие помощники, которые должны за ними дворы подметать, где государство не успевает. Да, там вот должны выступить, там, в РСМ и как бы помочь. Вот граждане считают, что помогать организациям, участвующим в выполнении задач, которые поставлены руководством, только 10% считают, что ОГО для этого, собственно говоря, и создано. Нет, оно так не считается. Образованные. Ну, в общем, нет. Поэтому нас порадовало. Получилось, да, да, да. Какие требования, на ваш взгляд, государство вправе проявлять? Что же такие вполне разумные требования тут наверху? Не участвовать в коррупции, уклонениях от налогов, выполнять законы, предоставлять отчетность, вести высокоэффективную деятельность. А вот смотрите, проявлять лояльность власти, поддерживать ее инициативу, 6,9%. Отказаться от поддержки из-за рубежа, не участвовать в политической деятельности, ну, в общем-то. Отказаться от контактов с бизнесом вообще. Видите, никто так не считает, что им нужно отказаться. То есть вполне такие разумные, в общем-то, нормальные требования. Какую позицию должны занимать ОГО по отношению к властям? ОГО и другие гражданские инициативы. Тоже очень интересно, казалось бы. Вот, помогать власти, 18%, а половина населения считает, что совместно с властью вырабатывается и реализирует общественные гражданские программы. Тоже 37% немало, смотрите, защищает граждан или властью. То есть, как бы, действовать на стороне граждан против властей. То есть население, в принципе, адекватно видит роль общественных организаций. Хотя, в принципе, не очень хорошо о них осведомлено. Так, а может быть, здесь это делает роль Беларусь, да, как бы, тоже оппозиционность к этим структурам, которые они всех выступают? Ну, здесь спрашивается вообще про все организации. Чем они должны заниматься? Вот они должны заниматься, вот они должны защищать. Нет, это такое умение. Дайте закончить начало. Вообще, прискормно, что 37% считают, что нужно защищать граждан. Ну, это прискормно, конечно, но такова ситуация. Что есть? Ну, реалия, если это сегодняшний реалий, это там. Дальше спрашиваем у граждан, не у организаций, а у граждан. Как государство сегодня относится к ОГО и другим гражданским инициативам? Очень адекватно говорят, да, пытается установить контроль над ними. Все как будет, как есть. Очень много не знает, ну, то есть не может сформулировать позицию. Относится равнодушно, игнорирует. Ну, вот налаживается от вылечество, считает 15%. Пытается помогать. В общем-то тут совершенно адекватное, в принципе, понимание того, что происходит. А еще, кроме национального опроса, мы делали фокус-группы интервью с чиновниками местного уровня. Для того, чтобы понять, как одна сторона видит это взаимодействие и сотрудничество, как другая сторона. С гражданским обществом попроще, мы их собрали на фокус-группы, и там все это обсуждали. С чиновниками посложнее, их на фокус-группу особо не соберешь. Вот, они или не соберутся, или будут там говорить то, что надо, а не то, что они думают. Поэтому мы разговаривали интервью отдельно, там ездили по всяким городам. Вот в Витебске, кстати, разговаривали с зампредом города, который вот бывший из БРСМ, этот молодой. В Лошаде. Да, да. Вот, ну и по всяким там тоже деревням, районам и так далее. Отдельно делали интервью для того, чтобы понять, что эти люди думают по тем же самым вопросам, которые мы задаем и гражданскому обществу. Что получается? Мы свели взгляды тех и других и таблички. Вот смотрите, значит, есть ли мы с проблемами взаимодействия? Есть проблемы, считают представители гражданского общества? Нет проблем, считают местные органы. Все хорошо. В интервью, они как бы, у них есть какой-то круг организаций, с которыми они работают, и у них с ними проблем нет. Есть еще какие-то другие организации, но мы с ними не работаем, поэтому тоже проблем нет. Нужно ли взаимодействие? Да и да. Все согласны, нужно взаимодействие, только оно понимается по-разному, соответственно, на этой стороне и на этой стороне. Как я это рассказывал, здесь фокус-группа с гражданскому обществу, а здесь интервью с местными чиновниками. Как изменилась ситуация за последние 3-5 лет? Гражданское общество считает, что оно улучшилось, но не везде. Представитель местного управления считает, что оно улучшилось. Причем, что интересно, мы когда потом ездили с этой презентацией по разным регионам, презентовали гражданскому обществу преимущественно, в основном организации гражданского общества говорят. Ну, знаете, у нас в Витебске, например, ну все еще ничего, мы там кое-как находим взаимодействие, но в остальных регионах бедняжки, как же им плохо. Так нам сказали в каждом регионе. У нас в Бресте, мы тут уже более-менее договорились, нашли общий язык. Но по этой стороне что творится? Ой-ой-ой. Каждая полиция была. В общем, ну это радость, что они свою ситуацию, в принципе, неплохо оценивают. Это хорошо. Как видят роль организации гражданского общества те и другие? Поможем, как говорят, местные власти, они помощники, чтобы сделать то, что мы там не успеваем, не можем, у нас нет финансов. Представитель гражданского общества видит себя как источник финансовых и организационных ресурсов для местных властей, которым они то пользуются, то не пользуются. Как они оценивают профессионализм друг друга? Эти считают, и гражданское общество считает, что чиновники некомпетентны, но именно вопросы взаимодействия с ОГО, с международными организациями. То есть не понимают, для чего есть организации, как с ними работать, как их там использовать, не использовать. И то же самое международные организации. Если заявки пишут, то такие, что ну просто смешно и так далее. Местные управления считают, что ОГО иногда могут выступать экспертами в своем узком поле деятельности, там спросить у инвалидных колясочников, что им там нужно инвалидным колясочникам, но не какие-то более широкие эксперты. Характеры взаимоотношений оценивают на этой стороне от благотворного сотрудничества до враждебности. Потому что у разных организаций разный опыт взаимодействия. Здесь местные управления, они же считают, что проблем нет, и их плаготворное сотрудничество исключительно, потому что они говорят только о тех, с кем работе. Останавливать для них не существует. Участие в общественных советах иногда, иногда. В общественных слушаниях, консультациях да, да. В совместных переприятиях да, да. Участие в реализации государственных программ, кланов действия нет, нет. Влияние на управленческие решения властей. Ого видят свое влияние только через социальный заказ и государственное частное партнерство, которого нет. Местные управления считают, что да, потому что к ним приходят, что-то говорят, они к этому прислушиваются по их словам, поэтому они считают, что организации влияют. Через обращение. Нижнем обращение пишут, мы отвечаем. Вот это их влияние. И помощь со стороны органов власти. Ну, здесь отмечают организационную помощь в социально-культурной сфере. Там, не знаю, праздник организовать, идешь в исполком, они там, если согласовывают, тогда эта помощь не нужно платить за организацию массового мероприятия. Ну, эти, в принципе, тоже сами считают. Если праздник согласовали, то это помощь для ОГО провести что-нибудь. Вот, это так вкратце, там еще много всяких других соединений. Но вот то, что касалось общества, я представила. Спасибо большое, Анатолий. Спасибо, Анатолий. Спасибо, Анатолий.